Всем здравствуйте! Мы на канале Дети Алоэ. Это единственный пока что канал, который показывает террариум улиток. Надеюсь, так будет не всегда. Появятся другие террариумисты-улитководы. Сегодня мне хотелось бы рассказать вам, почему нельзя улиток трогать руками. И мы об этом уже говорили, но все равно приходят дети, которые говорят, а если постепенно приручать, то можно. И, конечно, я поняла, что говорить надо об этом обстоятельно. Сначала я немножко скажу, что здесь, чтобы вопросов уже не возникало. Это поилка. Она довольно мутная, потому что в ней купались. Сменить я ее не могу, потому что овум держится за нее. Поднять я, значит, не могу поилку. Рядом с овумом, анима, фулика. Они ели только что вместе яблоко дружно. Теперь она переключилась на кабачок. Вот беленькая блондиночка. Это мокриц, вы видите. Это компаньоны. Мокрицы – это компаньоны улиток. Прекрасно соседствуют вместе, живут в одном террариуме. Это улитка охотина-охотина-тигр. Недавно он проснулся. Вся группа ждала, когда же он проснется. Он спал очень долго. Ну вот, теперь он вот так вот на нас смотрит. Начали мы видео с большой фулики, которую зовут Фрэкенбок. Ее так назвала Наташа Обросимова. Остальные все у нас улитки без имен. Есть, правда, еще один овум. Тоже с кличкой. Но он не в этом террариуме. Так, у улитки чуть-чуть, наверное, наметился вот такой шрамик, морщинка. Меня это совершенно не пугает. Это нормально для ракушки. Может быть, это связано с тем, что улитку перенесли в другие условия. Так бывает. Как бы то ни было, я не вижу опасности в таких небольших шрамах. Ну и еще там в отдалении несколько фулик помельче, чем наша Фрэкенбок. А это у нас Молочай, Эуфорбия. И, как всегда забываю, Пассифлора. Как еще? Маракуйя. Вот. Молочай и Маракуйя. Ну, теперь можем поговорить, чтобы уже мы ни на кого не отвлекались. Вы можете смотреть на улиток сами, без моего комментария. А я объясню все-таки про руки. Почему нельзя касаться. Вы скажете, Волкова, ты уже об этом говорила. Попробую теперь зайти с другой стороны, чтобы было очень-очень-очень понятно. Но тогда придется послушать довольно скучный рассказ про эмоции. Приготовьтесь. Зато будет все понятно потом. Мы поговорим про отрицательные эмоции. Зачем они даются? Вот на примере человека. Любого животного, конечно, на примере любого животного можно просматривать. Ой, заговорила громче. И овом в соседнем террариуме. Плюхнулся. Вот так вот. Вот такая у них реакция. Вот я стала... Я разговариваю, машу рукой, помогаю себе, жестикулирую. И он свалился. Ну надо же, а? Ну как так? Ребят, ну что ж вы такие пугливые? Ну это вот такая реакция у него на опасность. И замер. Упал и замер. Защитная реакция. Ну, кстати, отличная иллюстрация к... К моему рассказу, который сейчас будет. Отрицательные эмоции даются человеку, например, ну любому существу, хоть лисе, хоть тигру, хоть собаке. Для того ж... Для спасения, для безопасности. Представьте, допустим, темно. В темноте мы можем не заметить какую-то опасность. К тому же, в темное время суток просыпаются хищники. Значит, темнота опасна сама по себе. И поэтому у человека есть страх темноты. Или, допустим, за вами кто-то бежит. Это тоже может представлять собой опасность. То есть это может быть какой-то агрессор. Агрессор, хищник или злоумышленник. Значит, надо спасаться бегством. Но мы не рассуждаем, почему надо спасаться. У нас есть инстинкт. Мы просто сразу инстинктивно начинаем бежать. Это спасает нас. От темноты мы тоже боимся инстинктивно, не рассуждая. Пауков мы тоже боимся инстинктивно. Фу, какое слово неудобное для произношения. Инстинктивно. Но, тем не менее, мне женщина, одна подписчица, в комментариях написала, что проснулись, паук был в постели, они испугались, бросили его в унитаз, их еще долго трясло, они были напуганы. То есть это инстинктивное поведение. Они не раздумывали, может ли он укусить. Просто инстинкт подсказывает нам, как спастись от опасности. Там был огромный паук. Действительно, пауки южные, пауки южных стран могут кусать и человека. И это опасно. Это вредно. Чтобы человек начал действовать инстинктивно, нужно, чтобы вы к этому что-то подтолкнуло. Большая доза адреналина, например. Вот это чувство, что надо спасаться, оно возникает изнутри, на уровне химического воздействия гормонов, ферментов, которые выбрасываются в кровь из-за отрицательных эмоций. Вот теперь подумайте, что улитка испытывает, когда происходит нечто опасное. Конечно, страх. Конечно, она получает выброс адреналина в кровь. Может быть, ещё какие-то гормоны. Давайте всё-таки называть это адреналином. Нам так будет проще. Это условно сейчас будет. Условно адреналин, то есть некий гормон, который толкает животное спасаться, выполнять любые действия по спасению. Разные действия причём. В каких случаях это бывает? В каких случаях? Чтобы это понять, мы должны понимать, как живёт улитка. Дело в том, что улитка по своей природе, по своей внутренней сущности неотделима от субстрата. Она не бегает, не прыгает, не летает. Она всегда прикреплена. Она не живёт отдельно. Именно поэтому самый главный аспект её безопасности – это прикреплённость, неотделимость. Именно на это нацелена вся её защитная система. Всё, что угодно, только не дать себя отделить от субстрата. Именно поэтому максимальный выброс адреналина случается, если её пытаются отделить. Хотя для многих это снаружи, внешне незаметно. Если её от дерева, от субстрата оторвут, значит, это уже, скорее всего, гибель. Если это хищник, даже если он потом её выронит, то она разобьётся. Если эта птица, допустим, с высоты полёта уронит её, или обезьяна заберётся на дерево и уронит, улитка разобьётся. Даже если улитка не погибнет в её зубах и когтях. Её задача – не позволить оторвать себя от субстрата. От дерева или от чего бы то ни было, от любого, от любой поверхности. Вот он уходит, кстати. Я хотел тут покушать, попить, а я заговорила, и он уходит. Боякса. Боится. Никогда его не трогаю. Улитка должна сделать всё, чтобы её не взяли, чтобы её не тронули, чтобы её не отделили от субстрата, от места прикрепления. Я это повторяю с десяток раз, потому что многие дети не понимают, что такое субстрат. Так вот. Конечно, улитка и маскируется, и шипит, чтобы на змею быть похожей. И рога вот так вот выставляет. Вот такие рога выставляет. Но ещё одна защита – это держаться до последнего. Так вот, чтобы она удерживалась ногой, цеплялась прочно, как присоска. Для этого как раз страх выбрасывает в её кровь адреналин. И она на этом ужасе, на этом инстинктивном страхе вцепляется в эту опору, в этот субстрат, не думая, не анализируя, не соображая. Просто инстинктивно. Просто страх заставляет её это делать. И понимаете, ещё какая штука? В принципе, это природная. Да, это бывает с улитками, это случается, это не так уж и страшно. Но в природе это бывает мгновенно. Попытались вот… Ну, я сейчас покажу. Не буду касаться, просто приближусь. Допустим, зверюшка взяла её и пытается оторвать. А либо она её оторвала и съела. Понимаете, всё, улитка умерла, животная умерла. Либо отстала от неё. Не будет там этот бурундук или это… Как её? Обезьяна или птица сидеть и пять минут пытаться её отделить от субстрата. Нет, она дёрнула, не получилось, она убежала или улетела. Побежала другую искать. Мне кажется, что это так. Вот. И улитка максимально напряглась и держится за субстрат. Это мгновенный выброс адреналина и всё. И дальше она уже успокаивается. Теперь представьте, что вы будете её тянуть, 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 как некоторые делают. А дай-ка я её под мордочку, палец подсуну, чтобы она убралась, а я её отделю от стенки, допустим. Да? А дай-ка я её в эту сторону потяну, в ту сторону потяну. Может, так получится. И всё это время улитка испытывает колоссальный стресс, страх и выброс огромного количества адреналина, потому что его всё больше, больше, больше. Но природой не предусмотрено такое количество этого гормона, гормона страха. Это передоз, понимаете? Это вредно для её сердечно-сосудистой системы, для её нервной системы. Это вредно, это опасно. И впоследствии улитка уже болеет. Не может её нервная система выдержать такой стресс. Если она уже перестала бояться ваших рук и запросто в руки идёт, ну, значит, уже всё, уже ей всё равно. Знаете, как человеку, который болеет, он уже думает, господи, умереть бы скорее, как надоели эти мучения. Потому что болеть тяжело, болеть никому не хочется. Все болезни от нервов. Если вы её хватаете, нервную её систему повредили, это уже будет полудохлое животное. Хотя внешне может быть очень красивым. Кстати, у меня вот там вот улитка повредила ракушку, я вижу. Вот в центре кадра. У неё прямо отломился кусочек. Красивая улитка. кусочек отломился. Я не знаю, как это помонтилось, но она, ракушка, заживёт. Это бывает, это случается у улиток вообще-то в природе. И ничего страшного в этом нет. Посмотрим, как пойдёт. Может быть, кто-то откусил. Вы знаете, если одна улитка из десяти вдруг повредила ракушку, я не вижу в этом ничего страшного. Главное, что животное живенькое, шустренькое. Надеюсь, вы со мной согласитесь. Ну, вот такая была лекция, ребят. Давайте ещё посмотрим вот на эту литосину. Ой, ну ладно, не буду. Сразу прям вот видно, что сердце вжимается в субстрат, деревяшку, видите. Рога сердитые. Ладно, всё. Из-за тигра, конечно, мне жаль. Я надеялась, что он в процессе съёмки придёт сюда. А он ушёл всё-таки. Не любит он общаться. Ладно, не буду. Мне нравятся дикие улитки. Они ручные, полудохлики. Всем пока! Давай, подруга, ешь нормально и наращивай отломанную ракушку. Я не знаю, кто тебя так. Кто-то полакомился тобой. Да, ребятки, и хочу уточнить, на всякий случай, вдруг я чуть-чуть где-то была не так понята, неправильно понята. Улитки не рук человека боятся как таковых. Они могут заползти на руку запросто, как на субстрат. Нет, они боятся именно насильственного какого-то воздействия, чтобы вы своими руками взяли улитку и как-то с ней поступали по своему усмотрению. Вот это для животного очень страшно, когда оно не контролирует ситуацию, не владеет ситуацией, вынуждено подчиниться. То есть не может вести себя самостоятельно. То есть животное не само что-то делает, а с ним что-то делают. Вот это для любого животного очень страшно и опасно. Любое живое существо этого боится. Вот. То есть под руками понимается не вот рука как таковая, что на, звёшка, мою руку. Нет, этого они не боятся. А именно вот что руками с животным что-то делать. Вот это для них страшно. Вот. Ну, надеюсь, меня правильно поняли. Да, кстати, тигр пришёл только не оттуда он ушёл, а с этой стороны он пришёл всё-таки. Вот такие вот они. И ещё я забыла сказать ещё одно. Иногда, знаете, говорят даже взрослые женщины, я же ничего плохого с ней не делаю. Я же аккуратно. Так, ребята, дорогие мои, это всё слова, это всё на рациональном уровне, вы понимаете, но улитка-то это всё воспринимает на уровне инстинкта, а инстинкт намного сильнее. И именно инстинкт заставляет её смертельно бояться. Продолжение следует...